Подъехал сегодня посмотреть, как решается вопрос с переименованием улиц в городе Караганде. Объявление дали, что в 5 часов будет обсуждение этого вопроса. 11 улиц, которые хотят переименовать. Ну вот, решили посмотреть, как на это карагандинцы реагируют, что будет происходить. Здесь в здании сравнительно новом ассамблее народов Казахстана. Но надо предполагать, что это все участники процесса, или может быть я ошибаюсь. Ну сейчас зайдем, посмотрим. Народ идет. Народ идет, покромирует это здание. Ну да, такое здание. Хотели здесь Акимат, в Хожравский район как-то устроить. Но потом возмутились кто-то, может правительство или наши власти. Говорят, не надо, давайте лучше отдадим Ассамблею народов Казахстана. Здесь регистрация проходит. Говорю, зачем? Для численности. Ну будем надеяться, что это какую-то роль играет. Может быть думали, что народа после праздника мало будет. Такой зальчик. Ну красиво, конечно. Но тем не менее, не для таких совещаний. Оказывается, мы не всю историю знаем. Вот здесь основное присутствие народа. Все забито. Жарко. А там, оказывается, предбанник. Так, вот так народ взбудоражили своими предложениями. Послушаем. Какие тут дискуссии будут. Да, здесь скоро будет баня. Баня будет. Ну ладно, ладно. Думали, народ не придет, да? А он вон как. Ну и получается, я Буду находиться. Ну скорее всего, здесь буду находиться. Там невозможно. Жарко. Душно. А здесь, может, кино покажут. Ну и рядышком, в конце концов. Десять улиц временовой будет. Говорили, одиннадцать, какой-то убрали. Разбегать эмоции. Ну, по-моему, эмоции будут. Бабушка не зря с красной палкой идет. Мне кажется, у меня там что-то очень важное упало. Сейчас она, наверное, флаг развернет. Волочаевскую переменать в имени Дюссинбекова Камали. Участник войны. Ну, и так далее. Ну, и так далее. Арагандинский. О, уже скандал. Все бабку трогают. Это не красный флаг. Старые и плохие. Это память обоих наших отиранов. Пухскую перейминовать Нуржаново именно. Была улица Нуржаново. Теперь старую улицу убирают. И переносят на улицу Пухскую. Хотя Пухская это историческое название. Был район такой. Кыркорай-Игиндебулакский район. Каудинский там в том районе. Куфские горы. И сейчас есть заповедник Куфский. Улица Кривогуза. Переминователем Касыма Монжолова. Народ радуется. Арканом Шармашлова. Уда, Арканом Шармашлова. Уда, наверное, на Сихактам. На улицу Монжолова. Улица Балкантал. У Монжолова участник войны. Поэт Крикоролинский. Памятник стоит с западной стороны парка. Поэт Крикоролинский. Улицу Ленина в Абая Куманбаево переминователем. Четки здесь есть улица Ленина. Четки здесь есть улица Ленина. Четки здесь есть улица Ленина. Улица Защитная в имени Патанина Григория. Экспедиция такая была под его руководством. Этнограф и так далее. Улица Олимпийская, названная в честь 22-й Олимпийский город в Москве. Переминовывают улицу Тулепова Нормандетта. Улица Зональная в имени Затаевича. Музыкант Этнограф. Александр Затаевич, композитор Этнограф. Улица Затаевича, улица Защитная. Улица Прикональная в имени Затаевича. Переминователем улицу Саре-Арка. Ну понятно Саре-Арка. Это наша местность. Мешали захоронить и в улице. Что такое Саре-Арка, я расскажу. Саре-Арка, это как-то. Были пропаганды трудового пути старшего поколения, а также проявленного имя героизма, отваги в годы войны, воспитания молодежью чувства патриотизма, желания службы в рядахах, формирования гражданской ответственности. В рамках празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне предлагается присвоить имена ветерана нашего города в следующий месяц. Имя Зимбекова Камалевича Матайовича, улица Волочаевича. Ну повтор пошел. Зимбеков Камалевич Матайович, 17 лет, 1942 году, в числе добровольцев отправили к темнотру. Ну уже все понятно. А, улицу Черкасскую решили не трогать, да? Ну понятно, сейчас какие разговоры будут. Против переименования ли улицы Ленина бабушка уступает? Ну, я уже понял, в какую сторону дискуссия идет. Хотя уступают некоторые блогеры. Говорят, что народ не согласен, денег жалко и так далее. Ну вот они-то по домам сидят. А здесь, по-моему, уже какая-то подготовленная публика. Создается впечатление. Ну ладно. Я поэтому не стал наставить на своем присутствии. В том, что здесь происходило дальше, расскажут журналисты. Я прогуляюсь вот хотя бы по первому этажу этого здания. Посмотрим, что здесь за картины. С чем-то можно согласиться, но вообще чего-то подумать надо. По крайней мере, мое предложение, которое обусловлено и тем, что говорят карагандинские историки университетские. Вообще исторический центр Караганды надо не трогать. Ну та же улица Ленина, какой бы он человек ни был, но 38-го года эта улица, привыкли к ней. Ну ладно. То решили, то решили. Я так уже говорю в прошедшем времени. Будем перенимать это как факт. Дворец культуры Горняков. Хорошая фотография. Чего микрорайона не называем, как-то по-другому. Новые микрорайоны, новые улицы. Вот. В основном Ижолов. А вот. Каныш Капаев. Амбай. Абдиров. Пак Байжанов. Ну это тоже люди, которые не выдержали, уходят. Возмущаются, говорит, шоу. Может быть, это и большинство народа так решил. Почему бы или нет. Согласимся с этим. Ну вот посмотрим на этот район. Новый, красивый район. Ну или по крайней мере, современный. Степной, Гульдер. Что же вы так рано уходите? А что там на этот цирк смотреть? Вот именно, цирк. Вы уже поняли, чем будет продолжаться все, да? Да нет, на нас там уже решили. Лучше благоустройством занялись наши улицы, чем их переименовать. Ну где-то с вами соглашусь. Благоустройство. Гратификация отсутствует, Гратификация полностью отсутствует. А уже рапортует, что уже газ подан. Вы ходите? То не ходят. Будет вам реклама. Точно. Сделайте, сделайте эту публикацию. Мы с вами тут перейдевали. А, сойдет на экран. Потому что мы знаем, что там толку не будет. Интернет голосует. Там указано Караганда. Улица такая. Это все в интернете. Проголосовали каждый за свою улицу. И выставил свое мнение, что все против. И поэтому какой-то там, извините, пенек сказал, что весь Казахстан. Кому нужны интересы Караганды? Только карагандинцам. И поэтому голос надо прислушиваться. Интернет у нас прогресс. Ну, наверное, все-таки интернет, да. Он дает тоже объективную картину. Я там тоже видел, что больше отрицательных. Ну так, город Караганда и улица даже у нас. А гребен, курица не прожила. Ясно. Сверху я тебе. Я просто слово скажу. И одна в шазе заставит курицу ложить в эти яйца. Куда ее? Ну, в общем, будем надеяться, что это нам позволит немножко нервы сберечь. Наше спокойствие в итоге. Ну, вот, оказывается, не я один догадался, чем будет дальше продолжаться. Ну, то есть, что я имею в виду? Все уже решено. Просто констатируем факт. Ну, так пенсионеры расходятся. Для них уже все понятно. Их история заканчивается. Пришло новое поколение.